Затопленный подвал, трещины в стенах, проваленный пол. С этими проблемами пришлось столкнуться жителям многоквартирника на улице Бабарынка, 20А. Несколько лет назад в здании обрушилась часть перекрытий между подвалом и первым этажом. Дом находился в зоне вероятной чрезвычайной ситуации. Капитальный ремонт идет уже третий год. Сегодня общественники вместе с представителями управляющей компании встретились на месте и выяснили, когда жители смогут спать спокойно. Илена Сторожук продолжит. День, когда земля ушла из-под ног, Людмила Деркаченко до сих пор вспоминает со страхом. В этой квартире на Бабарынке жила ее дочь с семьей. Небольшие коммунальные проблемы в доме были, но чтобы провалился пол, такого никто не ожидал. От затопления никто не застрахован, это понятно, но то, что тут случилось, это было ужасно. Жильцов пострадавших квартир на первом этаже тогда экстренно расстелили. Дом признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Плита из-за того, что она постоянно была сырая, влажная, тут замерзала, значит, она потихоньку разрушалась. И в конце концов дала сперва трещину, ну такую немаленькую, назовем так, и в итоге прогнулась. Управляющая компания приступила к укреплению конструкции. В подвале установили металлические подпорки, но из-за постоянной сырости и они начали разрушаться. Жильцы вновь забили тревогу. Тогда, после серии экспертиз, администрация города выделила субсидию на восстановление аварийных элементов. Управляющую компанию заменили. Работы по усилению плит перекрытия начались в декабре 2020-го. Завершить их должны были несколько дней назад. Основные работы по укреплению фундамента этого дома уже проведены, и теперь он точно не упадет. Осталось завершить работы по замене коммуникации. Эта работа выполнена на 80%. Подрядчики винят в задержке сроков внешние обстоятельства. Долго велись осушительные работы. Зато с гордостью перечисляют то, что уже сделали. Все те плиты, которые там имелось, видно было, вот именно нарушение работоспособности, да. В настоящее время они все восстановлены. Установлены шевелера дополнительные для удержания вот именно на этих сваях. И, соответственно, у нас проведены работы по восстановлению водоснабжения. Общественники держат ситуацию на контроле. Они здесь были в декабре, и сейчас есть чем сравнить. То, что мы увидели, я могу сказать откровенно, конечно же, не может не радовать. Понятно, что остается очень много проблем, но динамика положительная налицо, и отрицать этого нельзя. Полностью завершить объект подрядчики планируют 11 сентября. Значит, вернуться в свои квартиры собственники смогут только осенью. Елена Старожук и Артем Суханов. Тюменская служба новостей.